о уже тут очень хорошо мы потому что тоже когда какое-то время живешь в стране с культурой и традициями отличная твоей постепенно особенно отличительные привычки местных вмешиваются в твои это нормально называется этот процесс ассимиляции сегодня расскажем про 10 признаков отурчанивания садись поудобнее и отмечает сколько попаданий у тебя чем больше баллов наберешь тем выше степень твоего отурчанивания ты на канале турки space я олеся я владимир погнали пункт номер один каждый день пьешь чай и не по одной кружке и даже летняя жара тебя не останавливают и теперь даже в кафе заказываешь чай тогда как раньше это оказалось пустой тратой денег и чай можно и дом попить я лично раньше вообще не пила чай крайне редкая его потребляла а теперь заказываю даже в кафе пункт номер два место слова нет начал цокать языком все местные цок и я периодами цоку его реже пункт 3 местные при входе в квартиру или дома снимают обувь на пороге перед входом и ты стал замечать что рефлекторно тоже стал делать также этого мы пока не делаем мы личности тревожные и любим чтобы наши вещи были в поле нашего зрения пункт номер четыре переходишь дорогу стиле камикадзе где и когда вздумается посреди автострады идешь посередине дороги и при этом чувствуешь себя комфортно вова начал так делать еще со времен нашего посещения таиланда и продолжил этим заниматься в турции вечно тащит меня черт знает как переходить дорогу а мне страшно так как я имела травматичный опыт когда меня сбивала машина но стала замечать что порой сама стала переходить дорогу в неположенном месте тогда как раньше могла пройти лишний километр до перехода походу мне нужно просто больше времени чтобы привыкнуть к этому стилю пункт номер пять в твою речь устройчиво встраиваться слова типа тамам йог и вот даже в общении на родном языке у нас они пока не совсем устроились так что ждем пункт номер шесть за овощами и фруктами ходишь не в магазин а на рынок еще и с крафт . эта сумка такая на колесиках я давно прошу купить на такую сумку он все что-то отнекивается здесь все ходят с такой сумкой мне кажется это очень удобно если сразу чувствую бабушкой которая в 6 утра едет куда-то пункт номер семь у тебя уже есть складной стул для пятников у каждого местного есть не только такие стулья но еще и столы с которыми они приходят в парке и по полдня проводят там время кто за чаепитим кто за работой в ноутбуке а кто просто заболтавней у нас еще нет пока что таких стульев и стола пункт номер восемь будешь в гость к новым знакомым и соседям а они к тебе со своими угощениями а потом путаешь тарелки на которых были принесены угощения я лично никогда не спутаю свою вещь поэтому к этому я точно не пункт номер девять знаешь всех кошек на районе это у нас здесь первых дней мы узнаем всех котов и кошек любого района где ходим у нас сразу же заводится друзья среди четвероногих и мы знаем где и какой кот обитает и так радуемся когда появляется новый житель на районе с каким восторгом я тебе тут на днях рассказывал что там столько рыжиков появилось вот айкусики и маленькие откуда они взялись непонятно как наш друг там вечно нас ожидает всегда в одной и той же области сидит и 10 купил назар от сглаза турции повсюду продаются такие синие глазки в разных формах и размерах которые покупают местные от сглаза они много у кого развешаны в квартирах домах на теле у меня вот такой глазики с ноги ну что сколько попаданий у тебя у нас получилось 6 баллов за полгода жизни в турции посмотрим что будет через год мы сейчас мы пока на 6 баллов пока еще не бинго напиши количество набранных баллов в комментариях а также там же можешь задать нам вопрос а если хочешь задать вопрос анонимно то под видео в описании найдешь нашу почту пиши туда ставь палец вверх если видео понравилось а если не понравилось то можешь сообщить нам об этом пальчиком вниз или написать в комментариях и подписывайся на наш канал тебе не сложно а нам приятно обняли подняли и немножко хрустнули что было приятно до свидания